По статистическим данным финансовых аналитиков, жители России стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды. При этом такие кредиты теперь намного реже используются на подарки или праздники. Об этом пишет РИА Новости. Наша съемочная группа выяснила причины такого явления. Ушедший год выдался очень непростым для отечественной экономики. Западные санкции, а также дополнительные бюджетные расходы на специальную военную операцию на оборонный сектор привели к заметному увеличению инфляции. Она выросла до 10-11, а по некоторым оценкам и до 20%. Правительство страны предприняло массу довольно эффективных мер для борьбы с ростом цен. Но можно было бы сделать и больше. В этом году было бы лучше, если бы государство удержало бы рост цен на такие продукты, которые зависят от государства. Это электроэнергия, бензин, газ и так далее. Потому что для народа это было бы серьезной поддержкой. Неудивительно, что заметно выросла доля населения, кто стал жить в прямом смысле слова от зарплаты до зарплаты. Как следствие, рост популярности микрофинансовых организаций. Причем люди все чаще стали брать займы не на бытовую технику, туристические поездки или на подарки, а на продукты и товары первой необходимости. Мне кажется, все подросло. Сейчас вот масло, что я сейчас смотрела. Даже вода вот какая-то минеральная была, 49, сейчас 69 стоит. Сначала был скачок вверх, там потом вроде как бы немножко опустилось. Но все равно это высоко, надо, чтобы пропорционально с зарплатами было. Ну, конкретно непропорционально. Тяжело. Ну, можно сказать, людям приходится в этой связи экономить, может даже брать кредиты. Да, конечно. Конечно. Все это ощущается. При этом, как передает РИА новости, в декабре прошлого года с 25 до 17 процентов снизился объем так называемых свободных денег у населения. Это те суммы, которые остаются у граждан от заработной платы после покупки продуктов, оплаты коммунальных, транспортных расходов и прочего. В наступившем году едва ли эта тенденция кардинально изменится. Потому что 23-й тоже, скорее всего, будет непростым. Ожидается маленький дефицит. Об этом надо тоже знать. И даже, как говорят экономисты, каждый десятый рубль бюджета это или заимствованный рубль, или напечатанный рубль. То есть это говорит о том, что как минимум экономисты ожидают 10-процентную инфляцию. Однако при слаженной работе федерального правительства инфляция может быть и ниже, на уровне 6-7 процентов. А значит, рост цен не так сильно огорчит россиян, как это было в минувшем году.